16 декабря уже много десятилетий является важнейшей датой в истории Твери. Именно в этот день областной центр был освобожден от немецкой оккупации. Традиционно в городе проходят торжественные мероприятия. Основные проводятся на мемориале «Город воинской славы» и на площади Победы. В них принимают участие руководители региона, муниципалитета, представители федеральных органов власти, силовых структур, ветераны и простые граждане. С самого утра к мемориальному комплексу «Город воинской славы» начали собираться люди. Представители органов власти, члены патриотических организаций, ветераны, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. Звучали песни в военных лет. К 11 часам прибыл губернатор Игорь Руденя, председатель законодательного собрания региона Сергей Голубев, митрополит Тверской и Кашинский, Амбросий, руководители федеральных органов государственной власти, а также областного центра. С церемонии возложения цветов начались торжества по случаю 79-й годовщины со дня освобождения Калинина от немецких захватчиков. Глава города Твери Алексей Валентинович Огайков, председатель Тверской городской думы Евгений Евгеньевич Мичуев. После того, как собравшиеся минуты молчания почтили память павших, торжественные мероприятия переместились на Площадь Победы. Здесь участники тоже возложили цветы и отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны. А в храме в честь благоверного князя Михаила Тверского прошла лития. Сегодня мы отдаем память нашим воинам, которые отдали свою жизнь, которые прошли всю Великую Отечественную войну. Тем, кто дошел до Берлина, кто обеспечил освобождение России, Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. И я считаю, что для нас это очень большая честь иметь возможность возлагать цветы и показывать пример молодому поколению, чтобы они не забывали свою историю. Поэтому для молодого поколения активисты Российского Союза молодежи проводят традиционный рейд памяти. В этом году он посвящен легендарному подвигу танкового экипажа Степана Горобца, который героически ворвался в город, оккупированный фашистами. Участники экскурсии повторяют легендарный маршрут танкистов. Мы, работая с молодежью, считаем, что необходимо воспитывать на примерах настоящего героизма и патриотизма нашу молодежь и показывать им вот эти примеры бескорыстной любви к родине. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло свыше 600 тысяч жителей Калининской области. На фронтах войны в партизанских отрядах погибло более 270 тысяч представителей Верхней Волжи. 16 уроженцев Калинина стали героями Советского Союза.